Многие люди понимают, что образованием быть выгодно, но им лень учиться, или не знаю, может быть не лень, может быть не понимают, что учиться выгодно, хотя знают об этом большинство, или большинство людей знают, что спортом заниматься это полезно, но они не занимаются, они знают, но не понимают, что это делать полезно, например, у меня к вам такой вопрос, скажите пожалуйста, много люди хотят быть ближе к Богу, очень много людей работают, молятся, они хотят быть ближе к Богу, а вот у меня к вам вопрос, они соблюдают все то, что говорится в мечети и церкви, вопрос, они соблюдают, но они хотят быть духовным, согласны? Вот, большинство, они хотят, но у них не получается. Сегодняшний тренинг, он немного сложный тренинг, хочу, чтобы вы знали, он намного сложнее, намного труднее, поэтому я спросил у вас, чтобы вы были готовы к этому и давайте начнем поговорить сначала именно о финансовой программе. Вообще разработали этот тренинг с какой целью, потому что очень много мои ученики просили, я сам много раз столкнулся с этой проблемой и думал, ну должно быть какой-то пути решения от него, должно быть какой-то пути решения, который можно решать эту задачу и так далее, но не знал, как это делать, честно сказать, не знал, а потом я очень много искал. Вообще, чем я занимаюсь, я очень много специализируюсь на развитии сознания человека, я больше изучаю самого человека, его сознание, его, почему его поведение такие, почему с ним так происходит, с чем это связано, какие закономерности, закономерности и так далее, и так далее, и так далее. Когда впервые столкнулся с этой ситуацией, это было 2008-2009 год, впервые, когда с этим столкнулся, это было 2008-2009 год, но на тот момент у меня не было уровня понимания сегодняшнего, но я не знал, как справиться с этим, но со временем работая, 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 потихонечку, потихонечку созревалось все и и получилась некая методика, некая методика, которую я делал один раз, делал два раз, делал три раз, делал пять раз и так далее. И постепенно, постепенно, потихонечку, потихонечку, раз за разом я начал понимать, где это работает, где это не работает. И только, в конце концов, определенные нормальные, оттаченные, проверенные методики формировались. Вот. Чтобы мы друг друга понимали, сначала я буду говорить о проблемах, буду говорить о ситуациях, буду говорить о кейсах. Много привяжу примеров, кейсов, ситуаций и так далее, тогда вы будете проще понимать это. Потому что обычно такой литературы нету по финансовой программе. Например, если я сказал бы про математика или про алгебру, вы уже знаете. Вот. Например. Например, если я сказал бы, например, по поводу, например, какой-то еще, например, про химию. Вы это знаете, это предмет существует, школа нас обучала про него, и мы про него много знаем. Также много знаем про него. А так как конкретной методики именно по управлению финансовым нету, есть определенные, по чуть-чуть, по чуть-чуть, какие-то там разбросанные информации. Где-то вот Саджи Лолхон пишет, что думаю, как миллионерная книга поможет читать. Конечно, поможет. У него есть одно небольшое, где-то на 2-3% кое-что написано по этому направлению тоже. Это тоже надо читать. Да, да, есть такое. Я скажу вам список литературы, которые вам надо читать по этому поводу тоже, чтобы помогло вам. Хорошо? Я скажу об этом тоже. Вот. Что я понял? Внимание обратите. Чтобы легче было понятно. Например, как аналогично конденционер. Финансовая программа. Вообще, что такое финансовая программа? Это похоже, как конденционер. Посмотрите, как конденционер. Конденционер, вы его настраиваете на одной температуре. Она, чтобы не происходить на улице, он терморегулирует температуру в комнате. Станет холодно, потом отключается, потом сама включается. Понимаете? Ирланд, да. В будущем обязательно. Я буду из многих примеров своих учеников, потом буду писать. Потому что это нужная вещь. Очень нужная вещь. Теперь внимание обратите. Внимание обратите. Вот, например, конденционер. Конденционер, пожалуйста, внимательно послушайте. Это очень важный паис. Она сама терморегулирует, возвращает и держит в одном температуре комнату. Независимо от того, на улице сколько там жара, или там улица какая погода, независимо. Она сама будет автоматически терморегулируется. А если вы хотите изменить в комнате температуру, вам надо самим настраивать компьютер, этот конденционер на другой градус. Пока вы его не настраиваете, он будет стоять на том, который предыдущий настройка была. Получается, что финансовая программа похожа на это работает. Сама собой не будут приключаться. Сама собой ничего не происходит. Его надо самому приключать. Как этот конденционер приключаем, поставим на 20 градусов, или на 25 градусов, или на какой там. Точно так же надо перенастраивать свою финансовую программу. Сама собой ничего не произойдет. Вот сами подумайте. Сама собой может ли этот конденционер приключаться? Конечно нет. И ошибка людей в чем? Они думают, что все произойдет само собой. Внимание. Или второй аналогия, пример. Как машина, коробка передачи, вот коробка скорость. Например, вы едете на машину, вы ставите скорость на первую. Сколько бы газ не нажимаете, машина быстро не едет. Но как бы вы не нажимали газ, машина быстро не едет. Потому что вы его поставили, коробку скорость поставили на первую. А если скоро стоит рычаг на первую, а вы полный газ нажимаете, полностью используете, получается, педал, вы, скорее всего, испортите мотор. Мотор быстро изнашивается, скорее всего, потому что будет нагрузка на мотор. Я консультирую людей. И знаете, что вижу? Когда много консультирую людей, со временем я стал специалистом по человеку, что я вижу, что у него в голове финансовая программа на единичке стоит. Финансовая программа. А он по полной программе работает, он работает 12-14 часов. Думает, что работая 12-14 часов, он справится с нуждой, доходами и так далее. Но проходит 20 лет, 30 лет, 40 лет. Я вчера консультировал, кстати, человека именно с этим состоянием. Вечера консультировал. Зарплата у него, доход 80 тысячи тенге. Ему 56 лет. То есть получается, что огромный труд он вкладывает. Соответственно, за 50, когда вы подниметесь, здоровье уже начинает колебаться. И он мне говорит, уже все, здоровье колебается. Ноги, руки, все болеет. Не знаю, как будет. И он мне говорит, я пришел к вам на консультацию, потому что полгода назад ко мне в руку попала ваша книга «Стратегия мышления богатых и бедных». Я начинаю тут понимать, что что-то я не то делаю. Получается, что у него сознание настроено на низкий доход. От того, что сознание настроено на низкий доход. Хоть он работал 30 лет, или может быть, около 40 лет может быть, работал. Но у него, как такова, много изменений нет. Потому что тут не приключался. Это похоже, что вы едете на машине, но рычаг поставили на единичку. Если рычаг поставили на единичку, само собой он не изменится. Вы хоть раз увидели, что скорость само собой изменилась? Я не говорю автомат. Я говорю именно на передачах, коробка эта, да? Механика. Она само собой не меняется. А автомат до завтрашнего вечера у вас в сознании произойдет. Кто понял? Я хочу, чтобы у вас был датчик от механика к автомату. Но если вы определенный ритм приобретаете, вот тогда, когда мы не оставляем шанс для поражения, когда мы устраним определенные причины, еще лог и успех гарантированно будут. Гарантированно будет успех. Еще один пример привяжу. Я просто хочу, чтобы сначала говорить вам много примеров, много кейсов, для того, чтобы у вас в голове складывалось полное понимание финансовой программы. Потому что от того, что его нигде нет, очень трудно осознавать и тяжело его управлять. Вот, вот что плохо. Поэтому мне придется так объяснить, чтобы вам было понятно. Физическая сила. У меня к вам вопрос. Вы согласны, что если пойдем в тренажерный зал, каждый из вас поднимает, каждый из вас поднимает. Максимум, если вы поднимаете, вы поднимаете тот тяжест, который хватает у вас силы. Согласны? Вы больше не можете поднимать. Кто-то поднимает 20 килограмм, кто-то 50 килограмм, кто-то 100. А теперь вопрос. Возможно, вы хотите больше, но не можете. Вы поднимете сейчас, сколько-сколько у вас есть физическая сила. Вот, теперь внимание обратить. Финансовая программа тоже похожа на это. Первое. Что? Как конденсионер, он сам восстанавливает себя. Временами, если у вас доход, временами, если у вас доход поднимается вверх или падает вниз, он вас возвращает назад, заставляет вас возвращать назад. Вы это хотите, не хотите. Второе. Финансовая программа похожа как скорость. Если он здесь настроен на одну единичку, сколько бы не работает, бесполезно. Вот, те мышления, те установки, те вещи, которые нас воспитали, нам говорили, что как будто, чтобы разбогатеть, надо много работать. Я скажу вам так. Это неэффективно. Я не хочу сказать, что это все вранье. Я не говорю так. Работать надо. Но надо работать правильно. Надо работать умом. Я не говорю, что без труда вы что-то добьетесь. Нет. А могу сказать, что вот тот убеждение, тот философия, который нас воспитывали, что надо много работать, чтобы что-то изменить в жизни, это абсолютно неправильная философия. Абсолютно неправильная. Вот. Значит, пока не приключаете свою финансовую программу как скорость в машине, бесполезно много работать. Бесполезно издаваться над собой. Бесполезно. Третий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова